Канада страна с неограниченными возможностями для построения карьер, ведения бизнеса, реализации себя, да и просто страна с очень комфортными условиями для жизни. Друзья, всем привет, меня зовут Оксана Русских, я эксперт по эмиграции в Канаду, имею 20-летний опыт преподавания английского языка, подготовки к международным экзаменам, а также 15-летний опыт в HR. И я разбила сегодняшний обзор вакансий, позиции открытых на рынке Канады, на рынке труда, на несколько таких вот сфер. Это водители, это сотрудники в области строительства, это производство, это сфера общепита и это продажники, это сфера продаж. Итак, начнем мы с вами с водителей, и первое, о чем я хочу сказать, это возители в компании UPS. Упс, по-другому, ну мы еще называем, находится она в Верноне, британская Колумбия, и это помощник водителя. Заработная плата от 18 долларов в час, гибкий график, 3-5 часов работы в день, возможны получения реферального бонуса, если выполняются другие какие-то поручения водителя и так далее. Здесь не нужен опыт работы, здесь не нужен водительское удостоверение, здесь нужно только возможности, желание работать в этой крупной компании. Хочу сказать, что компания UPS это компания крупнейшая в мире по доставке, по доставке, да, то есть это конкурерская компания, и вас приглашают туда вот на такую стартовую позицию, чтобы вы могли еще и развиваться, вас будут обучать, вам предоставляются медицинские страховки, вы работаете там 3-5 часов в день и зарабатываете 18 долларов в час, от 18 долларов в час, плюс еще 600 бонусных долларов в неделю. Что это значит? Это значит, что придя в компанию вот на такую низкую позицию, вы можете через 2-3 месяца развиться и развиваться, развиваться, развиваться дальше, даже до менеджерских позиций. Это я вам показываю то, что сколько стоит человек, который в принципе не владеет никакими там специфическими навыками. И вот сейчас мы поговорим о водителе грузовика класса 1. Находится эта компания Armstrong, British Columbia, Canada. Компания называется Agri Trans Services Incorporated. Эта компания занимается круглогодичными перевозками сыпучих грузовых, зерновых грузов, наливных грузов и других грузов. То есть это грузоперевозки сыпучие, да, это большие траки, где необходимо работать. Здесь уже люди нужны с водительскими удостоверениями класса А, с опытом работы с тормозами пневматическими. Перевозки – это дальние перевозки, то есть это от Armstrong, от Тихоокеанского, Северо-Западного до Дальнего Востока Манитобы и до Юга Орегона. То есть их компания занятость круглый год, то есть здесь нужно понимать, что вы будете в рейсах. И здесь заработная плата колеблется от 60 до 100 тысяч в год в зависимости от занятости. Естественно, полный соцпакет – это обеспечение, оплачиваемые выходные, отпуски в медицинские страховки, вас и вашей семьи, стоматологическое обслуживание и так далее. Вот, опыт работы от года и определенные водительские права для того, чтобы водить эти грузовики – 100 тысяч долларов в год. Эта компания, эта возиция размещена 6 дней назад, это полная занятость. Так, далее, то есть понимаем, что есть очень серьезные требования, ну, как бы не сильно серьезные, но тем не менее уже с навыками и ваша заработная плата сразу подскакивает. И с минимальными просто приди и начни работать и развиваться. И вам заплатят уже 18 долларов в час. Далее, поговорим о производстве. Начнем с того, с рабочих, да, с производственных рабочих. Компания по производству кормов для собак. Необходим сотрудник, производственный работник, он так и называется, производственный работник, 18 долларов в час. Язык, английский, предпочтительно, тип работы, полный рабочий день, соцпакет, медицинская страховка. Все, 18 долларов в час. Далее, работники в компании Макс. Макс, это компания производства, она производит высококачественные, это тоже производственная компания, производит высококачественные ванны, душевые кабины, двери для душа, стены и оснований. Эта компания имеет 45-летний опыт работы по Канаде, да. То есть, достаточно, для Канады это достаточно серьезный опыт, потому что Канада очень не, скажем так, молодая страна, да. Что нужно, что требуется от работника? Работник должен уметь работать в команде, работаем в две смены, то есть поочередно, да, работаем неделя так, неделя так. Какие льготы и преимущества? Стартовая заработная плата для рабочих составляет 24 доллара в час, от 16 до 24 в зависимости от опыта. Через три месяца вы сможете оплачивать свой пенсионный план. Это отдельная история у Канады. То есть, там есть государственная заработная плата, а есть государственная пенсия, а есть пенсия, которую вы нарабатываете. То есть, это отдельная категория, это отдельная льгота, о которой отдельный разговор, это социальная льгота. Также медицинское обслуживание вас и вашей семьи. Опыт работы производства в производстве от года предпочтительно. То есть, что и требовалось доказать, да, что в принципе, если мы имеем опыт работы производства вам, то это прям вообще супер. Если мы имеем просто опыт работы в производстве, в производственной компании, то тогда мы получаем уже 24-25 долларов в час. Если мы имеем еще и опыт работы, скажем так, управленческий, то, естественно, можем расти в компании. Производственных компаний, кстати, в Канаде очень много. Давайте поговорим о продажниках. Начнем мы с людей, которые имеют опыт, да, где требуется опыт. Итак, компания БРИК – это крупнейший ритейлер товаров для дома в Канаде. Они с 1971 года работают. Что нужно? Кого они хотят? Они хотят торгового представителя, то есть менеджера, да, такого. По образованию они хотят диплом средней школы всего лишь, да, отличные коммуникативные навыки, опыт работы от двух лет, владение компьютером Microsoft Office. И что они предлагают от себя? Медицинские, стоматологические услуги для вас и вашей семьи, оплачиваемые, естественно, все выходные дни. Заработная плата по итогам собеседования, но она здесь идет от 25 долларов в час. Программа развития карьеры. Любой продажник, любой сейлс знает, что такое работать в крупнейшей компании, да, если вы, каким образом можно простроить свою карьеру, то есть вертикаль или горизонталь. Есть свой внутренний университет для сотрудников и, конечно же, признание, поощрение, призы и подарки. А есть просто продавец, да, компания называется Торо, это винный магазин, где вам платят 18 долларов в час и вы работаете просто на, за прилавком, продаете вино, вино и работаете с наличными. Требований никаких. Вот, заработная, так, оплата основана на знаниях и опыте от 18 долларов в час. Ну, в общем, все остальное желательно. Никаких, никаких требований в принципе нет. Компания Rentstead Canada, это дистрибьютор напольных принадлежностей и монтажа. Требуется менеджер уже, да, менеджер зарабатывает 60-65 тысяч долларов в год и это базовая зарплата без бонусов и процентов. Также мобильный телефон и ноутбук. Здесь по требованиям нужен от трех лет опыта продаж, предпочтительно в строительных материалах. То есть ориентация на результат, конкурент на способность, знания Microsoft Office и здесь управление командой 2-3 человека. То есть вот 65 тысяч в год это базовая заработная плата плюс бонусы и проценты от продаж. Понимаем, да, что это значит для селзов, это понятно. И чем хочу завершить свой обзор, это общепит, например, вот пекарь, 45 тысяч долларов в год. Предпочтительный год работы в выпечке, предпочтительный год работы в продажах и один год требуется опыт работы работника кухни, да, то есть чтобы вы могли месить, ну, замешивать этот тесто. Называется компания COBS, Брэд Андерсон Уэй, Верноне. Вот, пожалуйста, английский предпочтительно. То есть знание английского на минимальном уровне. Джуга Джуз, это здоровый ресторан быстрого обслуживания, необходимый специалист по смузе, полный рабочий день, заработная плата 20 долларов в час, обслуживание клиентов. Все. Бориста и кассир, кофе-блендс, кофе-блендс, название компании, кофе-блендс тоже, и английский предпочтительно. Все. То есть вы просто приходите, начинаете работать, зарабатываете 20 долларов в час. Итак, друзья, чтобы получить вот эти работы, необходимо, конечно, соответствовать минимальным требованиям, да, чтобы попасть в Канаду как легальный сотрудник, необходимо, конечно же, пройти некоторые этапы. А это подтвердить опыт работы, получить IELTS на уровне 4-4,5 балла и работа в Канаде более чем достаточно, работа в дефиците. По поводу английского, если вы сомневаетесь и думаете, что это как-то сложно, не сомневайтесь, это не сложно. Наша компания-партнер, мы готовим к английскому языку, да, за два месяца мы подтягиваем язык до уровня, как минимум, если у вас 0, до уровня pre-intermediate, если у вас уже какая-то база есть, мы подтягиваем до уровня intermediate, готовим к IELTS, и, в принципе, все это достаточно реально и не так сложно. Иммиграция, если делать ее правильно, если делать шаг за шагом, она реальна и она возможна, просто не нужно бояться и нужно обращаться к профессионалам. Первое, с чего вам нужно начать, это понять, что вы хотите иммигрировать, вы хотите жить как человек и вы хотите жить в здоровом обществе. Второе, составить иммиграционный план, по какой программе, кто будет заявитель, и в этом мы вам помогаем. Мы помогаем с поиском работы, с английским языком, с собеседованиями, с получением джоб-офера. Друзья, пожалуйста, если есть вопросы, обращайтесь, пишите в директ, обращайтесь к нашим менеджерам, консультантам и обращайтесь, пожалуйста, к профессионалам. До новых встреч, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова